всем привет всем привет всем спортивное испанское утро возвращаемся к нашим будем так сказать я по-прежнему с легким насморком что сам этот насморк но пошла на йогу вчера отменила встречи пошла на йогу я опоздала на йогу потому что у нас забастовка забастовка водителей трамвая е-мое обычно каждые пять минут ходит трамвай а тут пришлось жать на минут 12 я опоздала свой автобус поехал на следующий на 15 опоздала на йогу ничего страшного в принципе я такая тоже еще после болезни слабая полчаса позанималась нормально мне как раз такая йога была с меня легкая знаете не тяжелого бывают чаще вся выходишь такая мокрая оттуда то есть они нормально позанимались такая легкая была разминка скажем так я после нового года никак не войду в режим то праздники это болячки то поехали приехали опять с болячкой заплатила и хожу в лучшем случае раз в неделю бассейн и вот на эти все занятия другие ключ вообще никак никак не мой дух никак не могу войти спортивный режим я вот так по спортивному лишь маечки . ладно подниму в леолитиках одним словом комсомолка красавица спортсменка так как видите я уже комментировала свои знакомые что нас в этом году аномально теплая зима я не беру за побережье нас в горах если там обычно 17-16 градусов была температура зимой то сейчас 20 23 25 дома тепло дома 20 градусов той зимой я уже дома обожаю быть дома одна вот наверное проблема нашего развода и проблема всех людей которые развились коронавирус что должны были вынуждены быть дома 24 на 7 понимаете меня муж сколько 9 10 так март апрель до 10 месяцев на больничном был ладно 9 сейчас у него отпуск положены за прошлый год вот знаете 10 месяцев вместе у нас разные взгляды на жизнь у нас разные так сказать предпочтение человек смотрит бесконечно новости фильмы вкусы в фильмах вообще не сходятся да там новость эти 24 на 7 то есть я устала уже от этого всего я просто вот так закрываю дверь сюда в зал закрываю дверь в спальню и так мы живем вот правда жизни то есть он тут смотрит свое я смотрю свое и мы по сути живем как соседи да мы только вместе кушаем и куда-нибудь ездим а так наша жизнь абсолютно вот отличается если еще первое время ну вот когда он работал то есть естественного не было 5 дней 2 выходных я уже все свои дела убирала все свои эти блоги монтирование видео убирала и старалась проводить время с ним то есть ночью к два выходных соответственно мы куда-то ехали кушали вместе старалась смотреть с ним фильм который мне не нравится да ну таким образом проводить время со своей второй половинкой вот потому что то что нравится мне ему не нравится и вот он как маленький ребенок начинает капризничать и говорит что ему это не нравится я же сижу молча и смотрю что хотела еще рассказать что я устала быть мамкой своему мужу а я реально вошла в эти отношения ну кто в теме психологии мать и сын и я смотрю многие сериалы хоть турецкие хоть русские дать ему и мужчины-инфантилы знаете вот здесь вот выращенные мамочками такими которые их опекают да и они даже не стараются как-то повзрослеть что-то в голове своей поменять получается от одной сиськи грубо говоря другой да одна мамка его кормила и все за него дело к другой да по получается это прильну я был еще я всю жизнь растила дочку сама у меня очень радует материнский инстинкт да все все за всех сделать все всем что было хорошо там покушать по убирать и да я вступила в эти отношения мать и сын даже мы ездили в прагу вчера спросила муж остался в восторге отказали а я в ужасе от праги мне вообще не понравилось почитал приболел я мысль табличку такую для горошки такую а температурки так то есть у меня очень развит от эта забота и да я знаю что у каждого так сказать пять языков любви до каждый горит на своем языке любви моя любовь проявляется в заботе от не горит я там не любила нет как бы я по своему тоже люблю своего мужа уважаю вот моя любовь гри проявляется в заботе что-то сделать для него что приготовить ему вкусное вот его любовь не знаю в чем проявлять но тоже это в заботе тоже это что-то там старается для меня делать но это еще что сопровождается этими капризами этим всем недовольством вот это не нравится вот это не нравится да и то есть как бы я работал над принятием и по психологов и психотерапевта куда только не обращалась да не могу все я как-то раньше на это закрывала глаза где-то как бы прощала где-то это но если человек все время всем недовольный если он все время нудит вот такая найти есть к тип людей зануда нудила не знаю всем недовольный все плохо жизнь на тренериф плохая жизнь в испании плохая короче не буду вам рассказать рассказывать всех подробностей просто хочу сказать вы мне говорите что я человек негатив если бы пожили с моим мужем вас бы точно крыша поехала но это нереально вообще все эти психологи говорят от таких людей уходить которые ну по сути психопаты которые всем недовольны и все у них плохо в жизни да и поэтому как бы ты не старался быть позитивным каждый день как бы ты не старался вот вставать с кровати и радоваться жизнь потом от очередного вот этого вот фи вот просто опускать руки я понимаю что я не до конца проработанная но но это надо быть таким знаете прям гуру-гуру вот чтобы ставить блок и на это вот все не реагировать еще раз вижу психологи сразу говорить уходить уходить вот милина написала за семью за семью хорошо бороться когда этого хотят оба а когда один хочет чтоб о нем заботились и изредка что-то делать для семьи и когда ему 2005 раз говоришь что тебе не нравится что вот какой он есть как бы по сути он такой есть и он имеет право быть на то какой он есть просто я уже устала его принимать таким какой он есть все и в этом случае надо вставать и уходить и да все это время мне было жалко это сделать ну как сказать хотелось быть вот замужем да чтоб он был муж все-таки двое населее тот же секс да не беги там где-то кого-то искать на одну ночь семья это семья конечно же в семье жить лучше но опять же для это хорошая семья как то здоровая семья как то здоровые отношения внутри семьи когда муж уважает жену а жена уважает мужа но горючий раз посмотрю посмотрите все сериалы этот разыгрывается вот это вот канитель все наши мужчины почему-то сразу же впадают эту детскую позицию а то то все какие-то обидки идут налево это все смотрю и мне смешно вот от всего вот этого как мы живем в этих сценариях этих спектаклях со стороны смотришь и да но всегда всегда в любой ситуации надо помнить что ты есть у себя это только твоя жизнь у меня тоже на газа градуски ой а чё будет и как он будет без меня я даже в первую очередь думать о себе сжил же он до меня жил больше него были какие-то отношения были с другими людьми не пропадет вот это в моем теле материнский инстинкт как он будет без меня вы представляете я думаю о нем они думают себе опять же вот это вот жертва жертвенность готова собой так позать пожертвовать но каждый раз думаю ира это же у тебя одна жизнь то есть и так до этого жила знаете не очень сладкая твоя жизнь была пора уже как так это брать себя в руки но у меня до этого не было ресурса уйти из этих отношений как-то отметить было это и удобно что мужу бы мне заботился что мне надо было ходить на работу и все вот это как бы по сути мне нужен был на этот отдых от работы и просто посидеть дома и сейчас я понимаю что меня вселенная вот так выталкивает всячески выталкивает из этих отношений и чтоб я уже что-то начинала думать делать уходить расти в профессиональном плане в духовном плане короче любить себя наверное отставить как-то свои личные границы свои интересы и вот сейчас я как бы иду к этому как говорится всему свое время наговорила вам высказалась просто поснимать чем я буду еще заниматься а тут целая тирана получилась мне надо выкинуть эти вот цветы что стоят смотрите вот тут почистить какие-то может оставлю еще на денечек вот лилии можно еще ставить эти желтые хочу почистить букет хотела еще пропылесосить но пока вот вам начнут снимать надо это все пропылесосить ведь кошка тут сделала и готовить должен кушать был муж то у меня вот есть время нагрузить шерстный канал пропылесосить я хотела сходить в душ то есть ничего не делаешь я говорю ну да хожу на учебу на английский так пока он в отпуске я так сказать пользуюсь возможности то что он дома но сейчас уехал тоже по делам но должен приехать к обеду приготовить нам обед вот так выглядит наш обед от шеф-повара спагетти с кабачком и сыром думали что у нас есть ну как бы я предполагала что скидут унца еще такие диетические спагетти паста кабачок добавили и сыра целой кучу все будет вкусненько обедать всем приятного аппетита а я уже вышла на английский одевать на длинное теплое платье потому что нас там работает кондиционер и холодно я из-за этого кондиционера со соплями не могу никак вылечиться и вышла пораньше на 5 минут чтобы не поздать на трамвай как на йогу думаю мало ли опять забастует то что у них там какой-то промежуток времени они там с утра все два часа бастует потом постоянно бастует но надо выйти пораньше чтобы не опоздать на учебу похоже что водители автобусов тоже бастует мы уже стоим 5 минут в очереди стоит автобус и никто никого не едет да, как-то попала я вот смотрите вот смотрите очередь из автобусов он никто никуда не двигается может он у тебя что-то варим на сих пор но пока мы стоим на месте так пришли мы на перерыв буду пить кофе без кофеина и вот здесь у нас еще вкусняшки поделили маффин, печеньки будем, короче, перекусывать, отдыхать все, я уже дома использую штатив просили мои, так сказать, помощники моего ютуб канала использовать штатив буду делать салат думаю, надо что дело заснять вам как так сначала хотела приготовить огурец помидор потом открыла холодильник увидела, что у меня есть этот салат, который я покупала позавчера не снимала вам и укроп вот в лидл я купила что будет делать сейчас салатик и муж пришел тоже сказал, что хочет салатик будет делать большую порцию и смотрите, кто тоже сидит ждет еду уже ждет еду, чтоб ей положили мягкой еды вреденка наша так, а я устанавливаю штатив я не знаю, как мне то ли стоя нарезать то ли силе нарезать сейчас посмотрю все, буду нарезать стоя вот здесь я лоббой живот за эти дни вот за это вот за траву и то, что поздно приезжаю и булки я снова стала есть булки я помыла уже салат помыла помидоры в общем салатов что хотела вам рассказать про развод хотел рассказать у меня была такая ситуация с моим первым мужем с моим первым разводом мне моя одна здоровая сказала а чего ты разводишься он же у тебя не пьет нет, она говорит он тебя пьет? я говорю нет он тебя пьет? я говорю нет он ругает? он гуляет? я говорю нет она говорит а чего ты тогда разводишься? И прошло эндое количество лет, ну, наверное, 15, не знаю. И он тоже развялся почему-то с своим мужем. Конечно же, я эти вопросы не задавала, мы на этот момент уже перестали общаться. Просто, знаете, что хорошо судить того человека, не пройдя его путь и не побывав на его месте. И не прочувствовать то, что он чувствовал в этот момент. Что я вам хочу сказать, что, надеюсь, мне слышно, что, ну, вообще-то долго, долгая история. История повторилась в первый брак и в второй аналогичный у меня. Наверное, надо об этом отдельное видео снять. Потому что вы очень хотите кушать, а я люблю много разговаривать. Вот, так, в первом браке это было вообще все ужасно, потому что я не умела выстраивать личные клиницы. Меня первый муж постоянно бьюзил, унижал, раскреплял. В этом браке, слава богу, меня не справляет. Вот, но первый муж, как и второй, не умеет справляться с эмоциями. То есть они кричат, они вот такие эмоциональные. Я работала над принятием, да, всего этого. Но у меня не получается это принимать, потому что, вот даже сейчас я пишу с английского, даже с учительницей английского языка мы друг друга не понимаем. То есть это неважно, мужчина, ну, то есть это брак, или это друзья, или просто знакомые. Просто люди бывают разных типов, и есть, которые несовместимые. Вот даже я с девочкой разговаривала, которая 22 года, и она говорит, я вот ночевала у жениха, говорит, я не могу там у него спать. 22 года, то есть у меня у 22 года такой проблемы не было. Где-то ночевает с кем-то спать. То есть мне было набройка приколов проводить это время. А она уже 22 года, то есть она не может с кем-то там, потому что ее что-то раздражает. А представьте меня в 40 лет, что меня тоже могут раздражать какие-то вещи, например, храп или, ну, вот, просто вот неудобная там поза в кровати, скажем так. Ну, уже подробно вам рассказываю. Так, наверное, это помимо туда не выйду. Завтра он что-то будет использовать. Еще пробчик порежу. Так вот, короче, я работала над этим принятием, ничего, не получилось у меня принять. Все специалисты, все, к которым я обращалась, психологи, психотерапевты, четыре человека мне сказало выходить из этих отношений. Ну, то есть раз я не могу эту ситуацию принять, значит, надо уходить. Вот и все. Почему так долго тянула? Потому что, ну, еще тоже не вестись на эмоции, то есть вот не принимать решение, вот, когда ты злой, да, вот, ты злой, раздраженный, поэтому ты вот принимаешь решение какие-то важные в жизни. Поэтому я смотрела, я анализировала, есть какие-то хорошие моменты в этом браке, я не спорю. Поэтому я концентрировалась на них, да, опять же вот, скажем так, как секрет, брак держится на женщине. То есть пока женщина хочет быть в браке, брак будет держаться. Мне хотелось быть замужем, мне хотелось, чтобы у меня был муж, который будет об мне заботиться. Вот. Но все равно вот эти наши составляющие изначальные, мы не, это, не подходим друг другу. Мы тоже, как все мои знакомые, говорили, что, ну, мы тоже ругаемся, то есть, это нормально. И я такая думала, ну, да, наверное, это нормально. Единицы, я предполагаю, живут без скандала дома. Единицы. Вот. Ну, просто тебе 40 лет. Как бы, конечно, я прожила 10 лет одна, и мне хотелось этих отношений, мне хотелось семьи. Вот сегодня, кстати, с Ириной у меня возникли такой интересный диалог. Она сказала, все, надо все сделать, чтобы сохранить семью, грубо говоря, да. Но, если в семье что-то не так, если это какой-то деструктив, да, вот эти адреналиновые качели, что-то то вверху, то внизу, то вверху, то внизу, то хорошо у вас, то плохо, то хорошо, то плохо. Это ненормально. Это ненормально, и как бы я это знала, но еще бы закрывала на это глаза, потому что мне хотелось быть в этих отношениях, ну, работать над собой и, так сказать, над принятием. То есть я поняла, что я не могу человеку предъявить что-то, он такой такой есть. То есть я в этих отношениях я работала над собой и над своими личными границами, потому что, конечно же, меня тоже летом освоим в чем-то ущеморяли, унижали, и мне приходилось отстаивать свои интересы в этих отношениях. И как бы я довольно-таки добилась такого высокого уровня, так сказать так. Так, буду чисто все дело заправлять. Чтобы не получилось видео слишком медленно, я вас поставлю на паузу. Как вы заметили, огурец не был удоб, потому что у меня муж не любит огурец. Так, вот где-то у меня оливки оставались. Последние оливочки. Может, я добавлю еще кукурузу, но у меня этот живот потоп вздувается от кукурузы, поэтому будет без кукурузы. Немножко сольки добавляю. И я добавляю прованский трав. Вот люблю я прованский трав. Траним меня везде. Добавлю вот в этот салатик. И заправлю хорошим оливковым маслом. Так, все перемешиваю и вернусь снова к вам. Так, вернемся к деструктивным отношениям, в которых живет большинство из нас. Они изначально были такими, но так как я хотела быть в отношениях с мужчиной, и опять же, я еще, когда вступила в эти отношения, я не прошла психологический курс, потом уже была такая как бы установка, что, а может, я лучше не найду, а может, я лучше, ну, недостойно, ну, недостойно лучшего, да, уже пройдя этот курс, я поняла, что у меня тоже такая была, наверное, темка, что вот схватить, заполучить, вот он мужик, терпи, как все наши родители, была установка, терпи, терпи. Там, как говорится, Бог велел и нам, Бог терпел и нам велел, да, такая поговорка. Вот, и как бы осознанно вступал этот брак, значит, я старалась над ним работать, как мне писала Елена сегодня, обидевшись на то, что я ей, так сказать, тоже предложила поработать в ее прошлом браке над изменой. Она разобиделась и сделала из меня вообще, короче, врага. Да, я плохая и вообще недостойна замужем. Может, и так, я не скажу, что я хорошая, у меня тоже каких-то таких есть моментов много. Ну, вот даже насчет той же музыки, вот мы сегодня были на уроке английского языка. Есть два типа людей, да. Первый тип людей, как я, если я готовлюсь к чему-то, мне нужна полная тишина. Вот в детстве я делала уроки, мне нужна была полная тишина. И второй тип людей, как моя дочь, если она что делает, уроки те же самые, у нее и тут и музыка играла, и тут же и сериал у нее, и книжки разбросаны. То есть она вот в таком хаосе делала уроки, да. И эта же учительница тоже включила на музыку. То есть меня музыка отвлекает, сразу же раздражает, раздражитель. А ей, наоборот, по кайфу, он говорит, а что, говорит, вам плохо. И я попросила, чтобы взяла тиши, потому что она меня раздражает. Так и с мужем, да. Я люблю вот это уединение. Я из детства, кстати, из детства я была, я козерог. Кто козерог, поднимите руку. Я с детства любила это вот уединение, побыть одной. В то же время как бы я и компанейский, очень веселый человек. Я люблю компанию и разговоры, все вот это. Но мне больше надо вот это какое-то уединение. И я не против отношений. Но для восстановления моей энергии мне нужна тишина. Вот такая и есть. И поэтому вот в этих отношениях я мужу говорю, я теряю энергию. То есть вот в этих вот каких-то ссорах, недопониманиях, каких-то обидках. Это все эти наши негативные эмоции, и мы теряем энергию. Я очень сильно теряю энергию. И потом мне надо время восстановиться. А у меня негде восстановиться. Постоянно этот телек шумит, раздражитель, да. Я ухожу в свою комнату, чтобы побыть одной, чтобы хоть как-то восстановиться. Или даже вот как он куда-то уходит, все, мне достаточно двух часов, у меня энергия сразу же заряжается, сразу же восстанавливается, понимаете. И я понимаю, что мы абсолютно разные, как бы все притягиваются, да, говорят, что это хорошо, когда люди разные, да. Но посмотрев все взвеси в плюсы и минусы, даже до Нового года я не думала разводиться. Но вот после Нового года, как ситуация пошла вот так подкосую, все плохо, все плохо, все плохо. И я поняла, что я теряю энергию, у меня нет сил, у меня нет сил снимать мой YouTube-канал, а это для меня очень важно. То есть я хочу продолжать свое творчество. Раньше я думала, что, может, если я уйду в Беларусь, будет вам неинтересно, но я сейчас вижу по просмотрам, что это все равно, где я буду, в Беларуси я буду или где я буду. Все равно у меня будут зрители, все равно у меня будут смотреть. Поэтому это мне дает каких-то сил, вот к этому шагу. И опять же, вот здесь как-то я зависима, да. Не скажу, что я хочу быть независимой женщиной, нет. Я все равно за семью, за брак. Единственное, надо поработать себя, надо поработать над собой. Не факт, что я в третье отношение не вступлю, они не будут деструктивными. Чтобы они не были деструктивными, надо прорабатывать свою самооценку. Свою самооценку любить себя и прислушаться каждый раз к себе, чего хочется именно тебе. И у меня это уже получается делать не всегда, но я вижу такой, знаете, большой скачок. По сравнению, как я была, всегда на заднем плане были все мои желания, все мои хотения. Все было для семьи, для окружающих, так сказать, друзей. Сейчас же я чаще открываю рот и чаще говорю о том, что мне не нравится. Даже мой ютуб-канал по-своему, это такая площадка для моего тренажера. Тренажер такой, да, своеобразный, где я могу высказать свое мнение, не боять каких-то осуждений и оскорблений. Как бы они не эпирически прилетают, я их удаляю, блокирую, на этом, кажется, делаю конец. Хотела быстренько еще разобрать ситуацию с изменой. В тех семьях, где муж изменяет или жена изменяет, это тоже ненормально. Это может быть проблема, конечно, с психикой, не без этого. Но чаще, я знаю, что и женщина когда изменяла, и я знаю историю, когда мужчина изменяла, чаще это тоже недопонимание в семье. Недопонимание, скучно, хочется какой-то новизны, и поэтому люди идут налево. Им не хочется принимать какие-то решения, уходить из этих отношений, потому что вроде как бы налажен быт, там общая ипотека, квартира, дети, да. И поэтому тупо уходят налево. А еще раз говорю, что в измене тоже виноваты оба. Если кто-то пошел налево, значит, его что-то не устраивало в партнере. Елена же на это очень сильно обиделась. У меня на курсе была женщина, которая тоже вначале обиделась на мужа и собиралась разводиться. Но пройдя курс, где-то мне все объяснили, что у нее была низкая самооценка, она не любила себя, не ценила, и таким образом даже внутренне позволяла мужчине вот так себя не уважать. Да, потому что, как говорят, мужики боятся стерв. Вот реально, если ты будешь сукой, если ты будешь стервой, никто тебе не подумает изменить, никто не подумает тебе нагрубить. Поэтому, да, надо становиться стервой, чтобы, так сказать, мужчина тебя начал уважать. А не вот это вот все, что ты милый будешь кушать, что ты тоже. Чем больше ты вот так вот веришь перед мужчиной, толку никакого не будет. Если наоборот все командным языком, то-то, то-то и то-то, я хочу это и это, конечно, как бы не без любви, не без этого уважения. У меня тоже всегда я спрашиваю, что хочет он, как бы он хотел, а что он думает по этому поводу. То есть я никогда не сбрасываю со счетов мнения моего мужа, но я заметила по себе, как только я становлюсь такой тям-ти-лям-ти тряпкой, все тут же меня вытирают ноги. Если же я вот так делаю, сразу же какой-то получается толк в наших отношениях. Естественно, что, еще раз говорю, у меня поменялись, так сказать, прерогативы, да, такое слово, наверное. На меня очень важен мой YouTube-канал, и эти отношения у меня, получается, не важны. Я хочу продолжать снимать свой YouTube-канал, и очень часто у нас тоже идут дискуссии по этому поводу, что я снимаю эти видео, что может мне нравится, и все в этом ключе. Поэтому я выбираю свой канал, я выбираю вас, своего зрителя, я выбираю свою жизнь. Почему я выбираю свой YouTube-канал? Потому что мне это нравится, я хочу этим заниматься, поэтому я выбираю развод, чтобы продолжать этим свободно заниматься, чтобы не терять, так сказать, вот это, как это слово, воодушевление, да, вот в этих каких-то ссорах, скандалах, а делать то, что мне нравится, и тем самым радовать вас, моих любимых зрителей. Кто со мной на одной волне меня услышал, всем огромное спасибо. Кто не услышал и не понял, значит, вам ещё рано это понимать вообще, о чём речь ведётся. Но в любом случае, всем огромное спасибо за просмотр, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваше суперспасибо по возможности. Я же вас всех люблю, обнимаю, целую. Всем желаю взаимопонимания в ваших семьях, любви, счастья, здоровья. Всё, всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!